Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Мир вам, милость Аллаха и его благословения. Дорогие братья и сестры, тема сегодняшней проповеди – право Родины и пожертвования ради нее. Хвала Аллаху Господу миров, который говорит о своей священной книге. Крепко держитесь за верфи Аллаха, все вместе и не распадайтесь. Я свидетельствую, что не божество, кроме одного лишь Аллаха, у которого несет товарища. И свидетельствую, что наш господин пророк Мухаммад, его раб и посланник, да благословит Аллах пророка Мухаммада, его семейства, высокочтимых и многоуважаемых сподвижников и тех, кто последовал за ними искренних плод досудного дня. А затем, Родина занимает высокое место в сердцах своих детей, и принадлежность к ней, и есть врожденное качество, с которым сотворена нормальная человеческая душа. Аллах Маидан, помилюйте его Аллах, говорит, «Если ты хочешь проверить искренность человека и его верность своему завету, наблюдайте за его ностальгией по Родине, его тоской по своим братьям и его сожалениям о прошлых временах». Любовь и принадлежность к Родине – это религиозный долг. Вот почему исламский шариат настоятельно призывает, углубляя принадлежность к Родине и работать над ее продвижением и развитием. Вот наш господин пророк Мухаммад, мир ему благословение Аллаха, когда настало время его переселения в Медину, смотрел на свою Родину, высокочтимую Мекку, прощаясь с ней, говоря, «Я клянусь Аллахом, ты – самая лучшая земля Аллаха и самая любимая земля Всевышнего Аллаха, и если бы я не был изгнан из тебя, то я бы никогда не покинул тебя». Более того, когда пророк Мухаммад, мир ему благословение Аллаха, переселился в Медину и поселился там, он молил Всевышнего Аллаха о наделении его любовью к Медине, говоря, «О Аллах! Сделай для нас Медину такой же любимой, как Мекку, или еще более». Тем не менее, любовь к Родине – это не просто красноречивое слово или выдвинутый лозунг, скорее, это практическое поведение и пожертвование всем ценным и дорогим. Настоящий патриотизм означает настоящую верность и принадлежность к Родине, заботу о ее безопасности, стабильности, прогрессе и развитии. Это также означает полную приверженность к правам и обязанностям. Истинный патриотизм – это самоотдача и гордость за Родину, так как Родина заслуживает от нас проявлять максимальную самоотверженность ради ее величия, достойности и сохранности. Одно из величайших прав Родины – пожертвование ради нее. При этом, несомнение в том, что самопожертвование – это одна из наивысших степеней пожертвования. Всевышний Аллах говорит, «Среди верующих есть мужи, которые верны завету, которые они заключили с Аллахом. Среди них есть такие, которые уже выполнили свои обязательства, и такие, которые еще ожидают, но никак не изменяют своему завету». Наш пророк, да благословите его Аллах и приветствует, перенес благую весть стражам и защитникам Родины, которые, защищая ее, жертвуют собой, о том, что они будут спасены от огня. Пасанник Аллаха, да благословите его Аллах и приветствует, сказал, «Двух глаз не коснется огонь, глаза плакавшего от страха перед Аллахом и того глаза, который провел ночь на страже на пути Аллаха». Поэтому такие люди заслужили того, чтобы Всевышний Аллах избрал их из числа верующих и поместил их в обществе пророков, правдивых и праведных. В Звященном Коране говорится, «Ва ли янам Аллаху ладзина аману ва яттахида минкум шухадай, чтобы Аллах узнал о веровавших и избрал среди вас павших мучеников». «Ти, которые повинуются Аллаху и Посланнику, окажутся вместе с пророками, правдивыми мужами, павшими мучениками и праведниками, которых облагодетельствовал Аллах, как же прекрасны эти спутники. Вот что я хотел вам сообщить, я прошу Аллаха прощения и для меня, и для вас. Хвала Аллаху Господу миров, который говорит, «Хвала Аллаху Господу миров, мир и благословение последному изо всех пророков и посланников, нашему господину Мухаммаду и его семье, сподвижникам и всем, кто наилучшим образом последовал за ним вплоть до сотного дня». Дорогие единоверцы, долг граждан перед своей Родиной предусматривает, чтобы они встали на ее защиту, независимо от того, легко ли это им будет или обременительно, всякий раз, когда это требует интереса Родины. И если их долг подчас пожертвовать собой ради Родины, то их позитивное участие во всем, что отвечает интересам Родины, представляет собой как бы небольшой взнос, в национальную принадлежность, любовь и верность Родины. Нам нужно знать о важнейших правах Родины, таких как, во-первых, упорный труд и мастерство. В хадисе пророка Мухаммада, мир ему благословение Аллаха, говорится, «Поистине, Аллах любит, когда кто-то из вас, выполняя какую-нибудь работу, делает это с умением». Во-вторых, выполнение служебных обязанностей. Это потому, что государственная должность представляет собой ответственность, а соблюдение ее прав – шариатская и национальная обязанность, а небрежное исполнение служебного долга – один из опаснейших видов коррупции. Соответственно, человек должен иметь живое сердце и бдительную совесть, всегда чуя слова Всевышнего Аллаха, «Ва-гуа маакум айна ма кунтум, в Аллаху вима таамалюна бусыр» «Он с вами, где бы вы ни были, Аллах видит все, что и совершаете». В-третьих, уважение к национальному флагу, гимну, символам и другим национальным гербам. Ведь флаги являются гербом государства и его адресом, вокруг которого собираются все его сыновья дома и за границей, и под которым они добиваются своих достижений и успехов, и уважение к нему является одним из приоритетов и одной из основ построения государства. В-четвертых, хорошее представительство Родине, Дома и за рубежом и на всех национальных и международных мероприятиях, а также стремление высоко поднять ее флаг во всех странах и быть лучшим послом для нее, где бы они ни находились. В-пятых, необходимость не допустить чужим затронуть ее территорию и способности словом или делом, а также противостоять ее врагам, словом, душой и драгоценными вещами, когда это необходимо. О, Аллах! Защити нашу страну Египет и все страны мира! Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Академия